цветка. Дело в том, что цветов голубого цвета в природе довольно мало, а таких, чтобы подходили к робаткам, коровкам, композициям, раз-два и общался. Поэтому он так любим озеленителями и цветоводами. Речь, конечно же, об агератами. У него масса качеств, которые высоко ценятся в озеленении. Это мощная корневая система, которая хорошо переносит перегрев почвы, ее подсушивание, цветет до самых заморозков и легко культивируется. На рассаду высаживают агератум в начале апреля, всходы появляются на 3-4 день, а через 2-3 недели можно уже приступить к пикированию. После возвратных заморозков высаживаем рассаду в открытый грунт на расстоянии 15 см. Рассада агератума, как правило, вытягивается, так как стоит она уже не под лампами, под естественным освещением и, конечно же, самые лучшие места отданы для питуньи. Но это не страшно, просто когда мы высаживаем, мы кладем его лежа и по всей длине стебля вырастают новые корешки. Так как это стелющиеся растение, то целым ковром оно затягивает всю клумбу. Агератум голубая норка также будет красиво смотреться в альпинарии. Он хорошо выдерживает засуху, а значит там будет чувствовать себя вполне комфортно. В течение сезона можно внести удобрения. Это поможет ему быть более пушистым и сочным. И единожды купив семена агератума, вам не придется больше тратиться. Просто по осени собираете свои семена, высушиваете и пользуетесь. Семена сохраняют схожесть 3-4 года, но вы можете каждый год их обновлять. Вот такой это прекрасный и неприхотливый цветок.